Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Кравцев Сергей. Сегодня мы говорим о проблемах подросткового возраста. С одной стороны, это затрагивает психологию, с другой стороны, это затрагивает медицину. И как, если не на моем канале, в общем-то, озвучить все эти вещи. Поэтому, дорогие друзья, присаживайтесь поудобнее, сейчас будем говорить. Суть в чем? Проблемы подросткового возраста, все вы слышали, я не буду говорить про гормоны, про то, как это все, в общем-то, миллион раз обсуждено в интернетах, как это все происходит. Вы в школе половое созревание учили, поэтому давайте мы не будем его сейчас обсуждать. Представьте вот какую вещь. То есть, если вы родители, если вы хотите понять для себя, ну почему все-таки так это вот странно выражается, и ребенок, да, психика, так скажем, с боей, ты был там спокойный мальчик, девочка, и вот они с вами там начали спорить, или что-то нелогичное, какие-то вещи делать и прочее. Ну, тут вы можете войти немножечко в их положение. Все мы находимся внутри тела нашего, да. То есть, мы хоть и ассоциируем себя с нашим телом напрямую, но в каком-то смысле, вот я не помню, кто из авторов, да, но философия медицинская, он как-то вот сравнивал, да, что тело – это некто такая, как машина, которая везет, да, наше сознание является таким водителем этого тела, а тело нас вот куда везет, туда, ну, куда-то, куда мы хотим уже, да. Ну, то есть, это я к тому, что тело может выдавать, как и машина, какие-либо сюрпризы, независимо от желания водителя, да, ну, допустим, может, значит, пробить колесо у машины, может. Ну, помимо наших стандартных заболеваний, тело имеет у нас возрастные изменения, в том числе и вот такой вот неспецифический, самый неспецифический момент подростковый, да, когда наступает половое созревание. И, соответственно, мне нравилось одного автора тоже высказывание о том, что представьте, что вы едете на гоночном болиде. Вот уже, допустим, 7-8 лет, да, самое половое, раннее половое созревание, по-моему, было зарегистрировано у девочек, как раз в 7-8 лет регистрируется в среднем. Ну, бывает даже, ну, это уже какие-либо совсем отклонения от ноги, бывают и раньше, но самые ранние, по крайней мере, которые один раз я застал на практике, это была, ну, 8-летняя девочка, да, у нее уже такое вот раннее половое созревание произошло. Лично то, что видел я сам, вот, без каких-либо других побочных эффектов. Так вот, значит, в чем суть? Едете вы на этом гоночном болиде, все хорошо. Почему гоночный болид сравнивается с детским организмом? Тут нужно подчеркнуть, что, потому что, соответственно, ребенок быстро обучается, ребенок нацелен на внешний мир, и он изолирован от восприятия, ну, в большинстве случаев, внешнего мира как сексуального и каких-либо сексуальных подтекстов. Как правило, дети все-таки изолирование, да, воспринимают и не понимают многих сексуальных подтекстов даже, ну, то есть есть такие скрытые моменты, даже в семейном кино, да, которые взрослые понимают, а детки в силу своего возраста и отсутствия и его опыта, конечно же, вот, они не понимают этих подтекстов, ну, или не замечают, да, и сексуально не реагируют, ну, на голых людей, допустим, не реагируют сексуально. Ну, опять же, мы говорим про норму. Значит, чему я это все? Это все позволяет детской психике как бы сфокусироваться на других вещах, и это очень положительно сказывается. Мы все замечали, что детки в раннем возрасте могут освоить какие-то там, кто-то говорит языки, быстрее осваивал, кто-то говорит быстро научился рисовать, еще что-то, у кого-то там физические яркие проявления физики, да, детки делают большие продвижки, там, в спортивных разных секциях, ну, в рамках того, конечно, как должен делать это ребенок, но взрослые мы часто очень завидуем, да, что вот ребенок шлепнулся, побежал, то есть ничего себе не сломал, там, у них и метаболизм высокий, и синяки все быстро сходят, да, и получается, что и психика по-другому у ребенка работает, если вкратце, ну, то есть этому есть и другие множество причин, так и природой заложено, да, что ребенок должен быстрее развиваться, да, быстрее обучаться, и тело у нас работает такое, ну, то есть на ускоренном режиме, и вот он едет на этом таком гоночном болиде в сторону изучения окружающей, агрессивной окружающей среды, как правило, поэтому это все и, соответственно, способствует тому, что ребенок быстро обучается и физически, да, и умственно быстро достаточно развивается, то есть во взрослом возрасте нам все эти вещи, конечно, сложнее даются. Дальше, почему вот был гоночный болид, и как только он, значит, начинается пубертатный вот этот возраст, в каком-то смысле считайте, что вас там пересадили, ну, например, у грузовика. Вроде бы это та же машина, да, и тоже некоторые грузовики достаточно высокую скорость могут развивать, но для водителя болида это будут совсем другие ощущения, совсем другой навык вождения понадобится и так далее, да. Вот то же самое ребенок, он должен в каком-то смысле теперь научиться жить в новом теле, а его даже никто не предупредил, и предупредить его невозможно. Вы можете год или два объяснять ребенку, что такое половое возрастление, но он все равно этого не поймет. Попробуйте индейцу из племени Тумба-Юмба, который ни разу не ел шоколад, к примеру, объяснить, что такое шоколад. Ну, он вообще ничего близкое может быть, даже там какое-нибудь племя, не знаю, там, где ни сахара, ничего такого нет. У него, может быть, даже в языке нет понятия конкретного, да, в его языке родном, а сладко. Вот тут то же самое, ребенок, вы никогда ему ни на каких примерах не объясните. Вот эти вот все процессы, связанные, это же, вот все, все, какое вообще вот у среднестатистического обывателя о пубертатном периоде сложено представление. Так как мы, большинство людей, конечно, мы сексуально на все реагируем, взрослых, это секс. И что ребенок, как бы, вроде бы до этого не мог заниматься сексом, а теперь вроде это подросток, и там все идет к тому, что он начнет заниматься сексом. На самом деле нет. Ну, то есть, точнее, да, но не только это. Меняется весь гормональный статус, ну, абсолютно, у ребенка, и ребенок испытывает, на самом деле, огромнейший, ну, по сути, стресс, да, весь организм. На фоне того, что, ну, это сопровождается, понимаете, как там скачки, кортизолы могут быть, инсулина, чего угодно. Ну, редкие, эпизодические. Ну, короче говоря, целая вселенная в ребенке взрывается в этот момент. Потому что, соответственно, и даже и у мальчиков, и у девочек есть период, когда тестостерона достаточно много, волос все равно больше на теле становится, чем было до этого. Даже у девочек, ну, конечно, не в такой мере, как у мальчиков, но все равно чуть-чуть волос больше становится. Ну, вот, поэтому, соответственно, ну, как бы это нормально, да, но, понимаете, внутри ребенка взорвалась гормональная бомба. Конечно, он будет себя так вести опыта, что с этим делать, он не знает, что делать со своей сексуальностью, он не знает. Что делать, соответственно, со своей агрессией, он не знает. Он вообще раньше, он просто ведет себя естественным образом, да, в зависимости от психотипа, потому что шизоиды будут больше в себе, да, замыкаться. А, соответственно, импилептоиды будут больше уходить в агрессию, да. Да, соответственно, нарциссы как будут скрыто себя проявлять, да, пытаться кому-то косвенно как-то вот отомстить, да, как-то вот это вот про месть подростковую очень часто у нарциссов, да, история, когда они ввязываются во всякие типы мистей, вот. Поэтому, соответственно, тут нужно понимать, что подростковый период, каждый психотип будет развиваться по-своему, да, но всегда это очень неприятно для родителя, потому что родитель привык видеть ребенка слабым, неспособным к агрессии, а теперь эта агрессия есть, и нужно научиться как-то с этим взаимодействовать. Как с этим взаимодействовать, конечно, это отдельная тема выпуска. Но данный выпуск, суть его какая, хотелось бы подытожить. Учитывайте то, что ваш ребенок теперь живет в новом для него теле. Можно сказать так, вот как только пошло возрастление, да, вот этот пупертатный период, все, у него сформировалось новое тело, и новые нейронные связи в большом количестве начинают сформироваться, огромное количество физиологических процессов. Поэтому хотите, соответственно, чтобы ребенок и вы были здоровы в первую очередь, начинайте, во-первых, относиться уже к нему как к взрослому абсолютно. То есть не надо вот этих вот каких-то пометок на то, что это ребенок, он там, не знаю, как-то переживет, перепсихует этот момент. Начал психовать, поджег соседскую кошку. Поджег он кошку, да, значит, он социопат. И уже об этом нужно задуматься, да, может быть, как-то уже нужно лечить социопата, ну, хотя бы чуть-чуть, для того, чтобы он у вас не оказался, да, даже в подростковых местах, не столь отдаленных. И, соответственно, ну, так со всеми типами личности, точнее, я вам социопатию привел, это не совсем тип личности, это уже патология, да, личности. Но если мы будем разбирать какой-нибудь тип личности, к примеру, там, шизоида, эпилептоида, истероида, обязательно нужно на этом делать акцент. И выбирать ребенку какие-то... Напишите мне, как это сейчас называется, секции, потому что раньше это были кружки. Какие-то кружки, да, или секции, или там, я не знаю, занятия, но театр, как это, допустим, это для истероида, к примеру, это же не секция, как это назвать. Ну, короче, вы поняли. И суть в чем, в общем, вообще все проводить через призму его типа личности, потому что иначе вы будете этот тип личности ломать, у него развивается период подростковой вторичной тип личности, а вы ядро ему начинаете рушить, поэтому нужно не рушить ему ядро. На эпилептоида можно и давить, и быть очень строгим нужно с эпилептоидом. А вот, соответственно, как бы психика шизоида такого может и не выдержать. Поэтому здесь, видите, здесь нет универсального совета, как быть с вашим трудным подростком. Но есть универсальный совет, что нужно изучать, чтобы, так скажем, справиться с этим периодом жизни. В первую очередь типология личности. Конечно, все книги подойдут, можете мне написать по данной проблеме внизу какой-нибудь список книг, может быть, я когда-нибудь их озвучу полезно. Вот. Ну, и вот типология личности вперед. Разрушающим моментом здесь будет отдельно потом про это проговорим. И я вам всегда хочу проговорить, что может разрушить вашу психику и вашу и психику ребенка. Дорогие друзья, мне очень часто говорят, к сожалению, об этом на консультациях. Это место имеет быть. Мне очень часто об этом говорят, даже из-за в комментариях пишут. И я сейчас, в общем-то, обобщу. Разрушительным для психики любого человека является избыточная вера в магию. Вера в магию, вера в гороскопы, вера в натальные разные карты, вера, в общем, во всякую чертовщину. И даже избыточная религиозность. Подчеркиваю, что это избыточная, потому что, как правило, религия – это все-таки достаточно сбалансированная, так скажем, вещь, которая в философском смысле вызывает меньше, меньше, опять же, но не вызывает совсем, когнитивных диссонансов мышления человека, вот этих вот как ошибок, да, из разряда, там, к примеру, самая большая логическая ошибка из разряда, но это не во всех религиях, не буду уточнять, каких есть, каких нет, дабы не быть, так скажем, как это называется, ну, дабы быть, наоборот, точнее, в одинаковой мере иметь отношение ко всем религиям. Везде есть какие-то свои плюсы, есть какие-то минусы, но, вот, допустим, есть такой минус, что в некоторых религиях, в некоторых религиях есть, соответственно, такой момент, да, когда человек согрешил, и, с одной стороны, он испытывает грех, или какое-то влечение для него, такое пагубное, постыдное, да, а с другой стороны, он, к примеру, задумывается человек, ну, как же вот Всевышний, он меня создавал, как же он мог меня создать таким вот, с такой вот ошибкой в голове, что я не такой, как все, да, к примеру. Ну, вот, очень часто, когда попадают люди с гомосексуальными наклонностями, да, и в России они очень часто имеют патологическую, да, психику. Почему? Потому что очень сильно даже религиозное давление на них сильнее у нас, чем в странах, и помимо, ну, и так, так скажем, непростой, да, состояние непростого психики ввиду гомосексуальности, и так, соответственно, непростое состояние еще более непростым становится, ввиду того, что общество давит. Чтобы общество не давило, ну, соответственно, этот религиозный фактор лучше убирать. Вы же не знаете, кто ваш ребенок. Вот, поэтому, соответственно, все вещи для подростков, они еще более губительны подобного характера. Все, что касается религии, магии, эзотерики, может быть, если это ребенку нужно в необходимой мере, в силу своих наклонностей он это приобретет сам. Но прибивать такие вещи в подростковом, конкретно в подростковом возрасте, вы ему не должны. Религию можно, чтобы ребенок чувствовал себя как-то безопасным, в определенной мере показывать ребенку в до подросткового пубертатного периода. Ну, вот острый пубертатный период лучше, чтобы прошел без каких-либо... Ну, то есть, как минимум, ребенок должен всегда иметь выбор, не псевдовыбор, когда мы ему говорим там из разряда, ну, да, попробуй, не ходи, не ходи с нами сегодня там в молебный дом, вот попробуй, не пойди, ну, ладно, оставайся здесь. Если вроде как мы все обиделись на него. А действительно говорить, да, если ты хочешь не ходить в молебный дом, то вот, пожалуйста, не ходи. Ну, вот как-то так, дорогие друзья. Вроде бы я все вам рассказал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и я вас жду на своих консультациях онлайн. Да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok